Добро пожаловать на тренинг по основам сбалансированного питания от Herbalife. Жиры – это водонерастворимые соединения, которые состоят из жирных кислот и глицерина. Наряду с углеводовыми белками, жиры – один из главных компонентов питания. Жиры служат основным энергетическим резервом в нашем организме. Но жиры являются не только энергетическим ресурсом. Они отвечают застроение каждой клетки и важны для всех процессов, протекающих в организме. Жиры помогают поддерживать здоровье волос и кожи. Жиры способствуют усвоению некоторых витаминов, таких как витамин А, Д, Е и К. Входит в состав клеточной мембраны, защищающей клетки от проникновения бактерий и вирусов. Основная проблема заключается в том, что жиры содержат большое количество калорий. В каждом грамме жира содержится 9 килокалорий. Для сравнения, в грамме белков или углеводов всего 4 килокалории. Таким образом, на одну столовую ложку жиров приходится около 120 килокалорий. Это такое же количество калорий, как в двух чашках овощей и фруктов. Чрезмерное употребление жиров приводит сначала к избыточной массе тела, а потом и вовсе к ожирению. Тем не менее, жиры и масла являются необходимым компонентом пищи. Их полное исключение из рациона, ввиду важности выполняемых ими функций, не допускается. В потребных жирах для организма человека определяется на уровне от 70 до 154 грамм в сутки для мужчин и от 60 до 102 грамм в сутки для женщин. Очень важно следить не только за потребляемым количеством, но и стараться потреблять биологически более ценный жир. Ценность жиров зависит от их состава. Важно знать, как они различаются для того, чтобы сбалансировать потребление полезных и вредных жиров. Жиры можно подразделить на насыщенные и ненасыщенные, полиненасыщенные и мононенасыщенные. Насыщенные жирные кислоты – это твердые жиры, присутствующие в основном в животной пище, такое как жирное мясо и мясопродукты, сосиски, колбаса, сливочное масло, сливки и жирные виды сыров. Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови. Чрезмерное потребление насыщенных жиров является основной причиной проблем с сосудами. К примеру, мужчинам следует съедать не более 30 граммов насыщенных жиров в день, а женщинам и того меньше – всего 20 граммов в день. Также важно помнить, что в современных пищевых продуктах содержится много скрытых жиров. Потребление скрытых жиров очень трудно контролировать, так как увидеть их невозможно. Содержатся они в основном в мясных изделиях, таких как колбаса и сосиски, а также хлебобулочных и кондитерских изделиях. Таких скрытых жиров в день незаметно для себя человек может съедать 100 и более граммов. Например, в двух сосисках содержится 6 чайных ложек жира – около 30 граммов, а в куске торта может достигать 12 чайных ложек – около 60 граммов. А это значит, что дневная норма потребления насыщенных жиров целиком покрывается, к примеру, когда вы съедаете две сосиски. Ненасыщенные жиры – полиненасыщенные и мононенасыщенные, в отличие от насыщенных жиров, понижают уровень холестерина, и поэтому их называют полезные жиры. Наш организм способен в незначительных количествах синтезировать насыщенные жиры, но ненасыщенные жиры могут поступать в организм человека только с пищей и поэтому относятся к незаменимым компонентам питания. Это указывает на необходимость обязательного присутствия в рационе человека ненасыщенных жирных кислот. Мононенасыщенные жиры содержатся в оливках и оливковом масле, авокадо и орехах, включая миндали и грецкие орехи. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 участвуют в формировании структуры каждой клетки организма и необходимы для поддержания здоровья сердца, мозга, глаз, кожи, суставов, волос и иммунной системы. Источниками поступления в организм жирных кислот омега-6 являются растительные масла – оливковое, подсолнечное, льняное. Жирные кислоты омега-3 содержатся в основном в жирной рыбе, тыквенных семечках, соевых бобах, грецких орехах, темно-зеленых листовых овощах. Жирные кислоты омега-6, когда их потребление сбалансировано с омега-3, поддерживают иммунную систему организма. Иммунная система защищает нас от инфекций. Жирные кислоты омега-3 играют важную роль для поддержания здоровья, потому что они снижают уровень холестерина в крови и помогают избежать проблем с сосудами. Холестерин – нормальный структурный компонент всех клеток и тканей, участвующий в липидном обмене. Основная часть холестерина, около 70-80%, в организме образуется из жирных кислот, главным образом насыщенных. Именно поэтому при повышенном потреблении жиров, особенно скрытых, уровень холестерина может повышаться. Большинство людей потребляют слишком много омега-6 и недополучают омега-3. Оптимальное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6 равно 1 к 4. Для восполнения баланса омега-3 и омега-6 жирных кислот нужно съедать до 1,5-2 кг жирной морской рыбы каждую неделю. Неудивительно, что в современном рационе часто наблюдается недостаток жирных кислот омега-3. Вы можете увеличить потребление омега-3, если будете есть жирную морскую рыбу или принимать добавки, содержащие рыбий жир. Давайте повторим все, что мы узнали о жирах. Жиры – это водонерастворимые вещества, состоящие почти исключительно из жирных кислот. Животные жиры и растительные масла являются концентрированным энергетическим и строительным резервом организма и важны для всех процессов, протекающих в организме. Пользу жиров определяют входящие в их состав жирные кислоты. Важно знать, как они различаются для того, чтобы сбалансировать потребление полезных жиров омега-3 и омега-6 и вредных, в том числе скрытых жиров. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 являются незаменимыми, так как не могут синтезироваться в организме человека. Они должны поступать вместе с пищей, растительными маслами, орехами и семенами, жирной рыбой. Жирные кислоты омега-3 помогают поддерживать нормальный уровень холестерина в норме. Таким образом, очень важно потреблять комплекс правильных ненасыщенных жиров. Их действие поможет вам поддержать сердечно-сосудистую систему в норме.